Промышленные предприятия страны могут получить новые субсидии. Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 октября проработать вопрос о предоставлении налоговых льгот на ту сумму, которую компании затратят на модернизацию. Уже со следующего года право выдавать такие субсидии могут получить регионы, а затем оно станет федеральным. Предполагается, что федеральная часть налога на прибыль обнулится, а регионы получат право снизить свою часть до 10%. Такая инвестиционная льгота уже действовала в России в 90-х годах и была отменена только в 2002 году. Еще один эксперимент грядет в вооруженных силах. Президент России подписал указ о создании мобилизационного резерва. Это будет своеобразным экспериментом по внедрению новой системы подготовки резервистов. Сегодня перед увольнением в запас солдат может подписать контракт, по которому обязуется периодически проходить военные сборы. Заключается документ на срок в три года, а в дальнейшем может быть продлен. Для тех, кто подписал контракт, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере от 5 до 8 тысяч рублей. Подготовка таких резервистов будет намного серьезнее, чем та, что предусмотрена на обычных сборах запасников. Минобранауки России рассматривает возможность введения ЕГЭ в 9-х и 10-х классах. Не исключено, что первый экзамен уже в следующем году будут сдавать выпускники 9-х классов. Специалисты поясняют, что ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам, можно будет сдать, не дожидаясь 11-го класса, а в год окончания обучения. Русский язык сегодня заканчивается в 9-м классе, география и математика в 10-м. Так что тем, кто хочет сдать экзамен, пока в памяти свежи все знания скоро могут предоставить такую возможность.